Люди говорят, что ненавидят свою работу, старую машину или вкус кофе. Но что можно сказать об истинной ненависти, побуждающей людей ранить друг друга? Ненависти, ведущей к смерти. Оставайтесь с нами, и вы узнаете секрет того, как справиться с ненавистью. Добро пожаловать в Талсо, штат Оклахома. Я Билли Уилсон. Сегодня мы поговорим о самой негативной из человеческих эмоций о ненависти. Мы находимся в парке, который является мемориалом одного из ужаснейших моментов в истории Талсо, в истории Оклахомы и Америки в целом. В 21-м году неподалеку от места, где я стою, произошел крупный расовый мятеж. В результате тысячи домов были сожжены дотла в районе под названием Черный Уолл-стрит, поскольку там в основном жили черные. Сотни людей погибли в этой трагедии, отразившей человеческую ненависть. Сегодня мы говорим о том, как справиться с ненавистью в нашем мире, в вашем мире, в вашей семье, в вашем сообществе. Я верю, что Бог показывает нам, как можно справиться с самой негативной из всех эмоций. Войны, военные слухи, обида, бунт. Все это происходит, потому что люди не знают, как справиться с ненавистью. Я верю, что сейчас, когда мы будем служить вам словом, Бог будет касаться вашего сердца. Может, вы имеете проблему ненависти в вашей жизни. Кто-то вас ненавидит или эта эмоция поднимается в вас. Я верю, Бог послужит вам сегодня. Звоните нам по телефону, который вы видите на экране. Мы помолимся о вас, чтобы Бог излил свою любовь в ваши сердца. Также вы можете зайти на наш сайт с любой точки мира и поведать нам свою историю. Расскажите нам, что происходит в вашей жизни, и мы будем молиться о том, чтобы вы преодолели ненависть в вашей ситуации. На экране вы видите адрес нашего сайта и телефон, по которому вы можете нам позвонить. Сегодня в программе я буду ясно говорить о том, что Иисус пришел в мир полный ненависти. Начиная с самой первой семьи, наш мир полон вражды и ненависти друг к другу. Иисус был ненавидим всеми ради нас. Он принес Божию любовь в этот мир полной ненависти, чтобы обезоружить ненависть в сердцах людей. Я верю, что сегодня Бог будет служить вам, и Он обезоружит ненависть в вашей жизни. Не переключайтесь, я вернусь через несколько мгновений, чтобы говорить о том, как справиться с этой ненавистью. После Первой мировой войны расовые отношения в Талсе были напряженными. Законы Джима Кроу разделяли жителей города по расовому признаку. Но несмотря на это, черная община Талсы процветала. В районе Гринвуд жили образованные и трудолюбивые люди, среди которых были доктора, адвокаты, бизнесмен. Вместе они сформировали наиболее успешную черную общину в Америке. Утром 30 мая 2021 года черный разносчик газет по имени Дик Роланд зашел в лифт, чтобы подняться в туалет для чернокожих на третьем этаже. Роланд поскользнулся и схватился за руку лифтерша, чтобы не упасть. Лифтершу звали Сара Пейдж. Это была 17-летняя белая девушка. Она закричала, и позже ее показания включали такие слова, как нападение и изнасилование. Газета «Талса Трибюн» открыто призвала к линчеванию. На следующий день полиция арестовала Роланда и отцепила верхний этаж здания суда, чтобы его обезопасить. На улице начались перестрелки и драки, и черные начали отступать в сторону Гринвуда. Ночью 1 июня белые принялись мародерствовать, и к 4 часам утра 20 магазинов, принадлежавших черным, были сожжены. На рассвете толпа белых людей, возглавляемая членами Куклукс-клана, вторглась в Гринвуд. Последствия были разрушителями. Нацгвардия прибыла к 9 часам 15 минутам утра. К этому времени 35 кварталов были полностью разрушены. Ранено более 800 человек. Почти 300 человек лежали на улицах мертвые. А теперь давайте перемотаем поленку вперед. 1992 год. Лос-Анджелес. Во время расовых беспорядков, которые длились 6 дней, были сожжены городские кварталы. 2005 год. Толедо. Беспорядки вследствие неонацистского марша. 2012 год. Дэрборн. В христиан кидали камни во время протеста против насилия на Ближнем Востоке. 2013-й Бостон. Мусульмане взорвали две бомбы на бостонском марафоне. Мы говорим, что к насилию приводит несправедливость. Однако главная причина насилия — это ненависть. Нельсон Мандела, отсидевший 27 лет в тюрьме за то, что выступал против расизма в ЮАР, написал в своей биографии следующее. «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку по причине его цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, но мы можем научить их любить». Сегодня мы говорим о самой сложной и самой негативной человеческой эмоции — ненависти, которая может заставить людей убивать друг друга. Наша тема — как справиться с ней, как справиться с тем, что кто-то нас ненавидит. И что делать, если ненависть кому-то поднимается внутри нас? Начнем с того, что заглянем в Слово Божие. Иисус учил в Нагорной проповеди в Евангелии от Луки 6 главе. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за сына человеческого». Он также сказал, «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Ненависть — это враждебное чувство по отношению к другому человеку. Оно может быть как оправданным, так и неоправданным. Это слово означает презрение и мощное негативное чувство по отношению к другому человеку. Некоторые называют ненавистью недостаток или отсутствие любви. Это наличие вражды между людьми. Как нам справиться с этой человеческой эмоцией, и что нужно делать, если мы столкнулись с ненавистью? Во-первых, поймите, что ненависть не от Бога. Она отводит нас от Бога. Ненависть не является плодом Духа и не причастна Божьей благодати. Послание к Галатам 5 главе, 19 стихе, сказано так. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужения, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют». Какие сильные слова передал нам апостол Павел через Божье Слово. Ненависть находится в одной категории с такими грехами, как прелюбодеяние, бесчинство, зависть и распри. Господь говорит, что когда вы испытываете это чувство и когда ваша жизнь переполнена ненавистью, вы отдаляетесь от Его Царства и не можете унаследовать Его благословение. Существуют разные формы и причины ненависти. Иногда народы ненавидят друг друга, расы испытывают ненависть одна к другой, иногда мужчины и женщины вовлекаются в войну ненависти, а иногда ненависть бывает даже в семьях, как было в самой первой семье в истории, когда Каин возненавидел Авеля. Я хочу поделиться с вами очень печальными словами, которые записал в своем завещании человек, ненавидящий своих детей. Господин Донахо в 1935 году завещал двум дочерям Фрэнсис Мари и Деннис Виктории, поскольку они не заботились о своем престарелом отце, «Я оставляю по одному доллару и проклятие отца. Пусть их жизни будут полны страдания и горькой печали. Пусть их вскоре постигнет долгая и мучительная смерть». И в последней строке завещания он написал, «Пусть их души попадут в ад и будут вечно испытывать муки осужденных». Представьте, сколько ненависти было в сердце отца, что его последние слова к его детям звучали именно так. «Это печально». Но мы живем в мире, где свирепствует это чувство. Мы живем в мире, окруженном ненавистью, и она порой встречается даже внутри семьи. Как нам обезоружить эту бомбу замедленного действия под названием ненависть до того, как она взорвется? Как нам справиться с тем, что кто-то нас ненавидит, или тем, что ненависть поднимается в нашем сердце? Сегодня я хочу дать вам четыре совета. Они помогут вам справиться с ненавистью. Первое, что вам нужно сделать, когда кто-то вас ненавидит, или чтобы преодолеть ненависть в вашем сердце, вам нужно найти ее источник. Что привело к ней? Может, имело место злодеяние, несправедливость или плохое обращение? Если кто-то начал испытывать ко мне ненависть, я спрашиваю себя, что я сделал, что побудило его действовать ко мне таким образом. Если это чувство возникает в моем сердце, и я начинаю испытывать ненависть сам, я спрашиваю себя, что именно меня так задело. Почему я так себя чувствую? Если мы найдем источник этого чувства ненависти, то мы можем его обезоружить. То есть, добравшись до источника, мы либо попросим прощения, либо предложим примирение, сделав все для восстановления отношений. Порой понять ненависть очень сложно. Какое-то время назад я был на Украине. Мы проводили евангелизацию. Это было сразу после падения коммунизма. Но еще существовало напряжение и недопонимание между Востоком и Западом. После служения я шел к своей машине, и вдруг меня схватил один гневный человек. Он смотрел мне прямо в глаза, и в пьяном угаре произнес, «Я ненавижу американцев». Конечно, от неожиданности я немного застыл. Но, исполнившись благодати, я произнес, «А я люблю вас». Уже через пару мгновений этот мужчина начал плакать. Позже я узнал, что его мать полгода постилась и молилась о том, чтобы он принял Иисуса. В тот вечер он обратился к Богу и обрел Божью любовь. После того, как он примирился с Богом, он приобрел силу, чтобы справиться с ненавистью по отношению к американцам. Мы живем в мире полном ненависти, но Бог дает нам подсказки, как нам справиться с этой ненавистью. «Ненависть» — это враждебное чувство по отношению к другому человеку. Оно может быть как оправданным, так и неоправданным. Это слово означает презрение и мощное негативное чувство по отношению к другому человеку, но мы можем с ним справиться. Я прошу вас, не переключайтесь. Всего через пару мгновений я поделюсь с вами другими советами. Парк примирения Джона Хоуп Фрэнклина — это уникальное место в Талсе. Он построен в память о произошедшей трагедии. Сегодня в нашей программе мы говорим о ненависти. Послушайте, что говорит о ненависти один из наших экспертов, Клифтон Талберт, выпускник нашего университета, писатель. Я вырос в Миссисипи, в эпоху правовой сегрегации. В это время одна группа людей не придавала другой группе людей никакого значения. А если человек считает, что другой человек не имеет никакой значимости как человек, то это создает неминуемые предпосылки к зарождению ненависти между ними. Люди обладают способностью помнить все хорошее и плохое, что с нами произошло. Если это что-то плохое, мы запоминаем не только само событие, но и связанных с ним людей, и все детали, такие как дата и время. Помню, я пытался зайти в библиотеку, и моя бабушка схватила меня со словами «Тебе туда нельзя». Она ничего не объяснила, но по ее голосу я понял, что мне никогда не следует задавать вопросы на эту тему. Меня поддерживали заботливые жители Дельты Миссисипи, которых я называл людьми на крыльце. Они были пожилыми и понимали, что у меня есть будущее, и не хотели, чтобы я впитал в себя окружающую меня ненависть. Они хотели, чтобы я научился смотреть сквозь эту ненависть, чтобы она не препятствовала моему росту, и чтобы я мог полностью реализовать свой потенциал. Ненависть и недовольство могут быть настолько сильными, что они начинают диктовать человеку, как ему действовать. Меня отчасти удивляет то, что я стал писателем, и я написал 13 книг. И все они содержат в себе идею искупления и идею того, что мы можем стать лучше, чем мы есть на сегодняшний день. Я хорошо помню свою бабушку, которая меня воспитала. В ее жизни были хорошие и плохие времена, но, скорее всего, из-за ее расовой принадлежности плохих времен в ее жизни было больше. Я помню, она каждый вечер молилась, опустившись на колени. Я наблюдал за ней. Она смотрела на потолок, словно кого-то там видела. Она просила Бога дать сил пережить следующий день. В конце молитвы она вставала и говорила мне, «Нас ждет хорошее завтра». Ее вера помогала ей понять, что ненависть этого мира не является планом Божиим для ее жизни. И она боролась, боролась с помощью праведности и своей веры. Мы, христиане, слышим тихий голос, который гласит, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Это нелегко, но Бог ожидает этого от нас. И тогда мы не принесем в свою жизнь это пагубное отношение, и оно нас не разрушит. Так мы сможем справиться с таким разрушающим явлением в нашей жизни, как отвращение и ненависть к созданию Божьему. Сегодня мы говорим о том, как справиться с ненавистью. Что делать в этом мире полном ненависти, если кто-то ненавидит нас, или если это чувство возникает в нашем сердце? Мы уже говорили о том, что сначала нам нужно понять, что послужило ее источником. Мы сможем обезоружить ненависть, если поймем, что послужило причиной. Мы поговорим о трех других шагах, которые вам нужно сделать, чтобы справиться с ненавистью. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. «Не протився злому», сказал Иисус, «но кто ударит тебя в правую щеку, подставь левую». Я размышлял над этим словом от Господа и понял, что когда мы подставляем другую щеку, мы способны увидеть ситуацию с другой стороны. Я замечал в своей жизни, что при виде ненависти ко мне со стороны какого-то человека, когда я проявлял терпение и благодать и пытался посмотреть на ситуацию с его стороны, я мог понять мотив сердца этого человека. Если кто-то яростно вас ненавидит, посмотрите на это под другим углом. И вы поймете, почему это происходит. Правда в том, что мы никогда не были на месте этого человека. Но если мы подумаем и проявим сочувствие к тому, кто нас ненавидит, возможно, мы поймем, почему его одолело это чувство. Я призываю вас повернуть другую щеку и увидеть ситуацию с другой стороны. Вы сможете увидеть ее глазами Господа. Поставьте себя на место этого человека. Проявите к нему сочувствие и попробуйте понять его мотивы. Итак, найдите источник, посмотрите на ситуацию с другой стороны. И третье, простите злоумышленника. Если вы кого-то ненавидите, то разрушаете свое же сердце. Энн Ландерс говорит так, ненависть это кислота. Она разрушает и сосуд, в котором хранится, и того, на кого ее проливают. Прощение это лекарство, которое нейтрализует кислотную ненависть в сердце. Когда вы ненавидите кого-то, испытываете кому-то неистовую неприязнь и враждебность, кроме того, что вы погубите этого человека, это чувство погубит и вас. Но как нам остановить эту ненависть? Один из способов простить человека, поступившего с вами несправедливо. Отпустить вашу обиду, выпустить этого человека на свободу вашим сердцем. Прощение это дар от Бога, чтобы эта негативная эмоция нас не погубила. В послании к Колоссянам 3 главе 13 стихе Павел призывает нас снисходить друг к другу и прощать взаимно, если кто на кого имеет жалобу. «Как Христос простил вас, так и вы прощаете друг друга». Прощая, мы приближаемся к Богу и можем видеть Его более ясно. Перед тем, как Леонардо да Винчи готовился написать свою картину «Тайные вечера», он очень сильно поссорился со своим товарищем, тоже художником. Между ними произошел серьезный конфликт. Да Винчи был еще в гневе, когда начал писать картину. Он решил придать Иуде лицо товарищем, с которым поссорился. Именно с него он и начал свою картину, вырисовывая лицо, столь ненавистное ему на данный момент. Он продолжил рисовать и дошел до изображения Спасителя, Иисуса Христа, который находился в центре «Тайной вечери». И в этот момент с ним случился художественный блок. Он просто ничего не мог нарисоваться. Потом он понял, что причиной того, что он не может правильно изобразить Христа, является то, что он выместил свой гнев и ненависть на своего товарища. Он переделал лицо Иуды и сделал лицо несколько размытым, после чего Иуда перестал быть похожим на его товарища. Затем ему удалось нарисовать лицо Христа и закончить свой шедевр. Когда мы злеемся или ненавидим, это искажает в нас образ Бога. А нам сложно приблизиться к Нему, приблизиться ко Христу. Но когда мы прощаем, мы можем яснее видеть Бога. Чтобы справиться с ненавистью, мы должны найти источник, посмотреть на ситуацию с другой стороны, простить злоумышленника, а также проявлять в своей жизни любовь. В первом послании Иоанна 3 главе сказано, «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его правильны. Не дивитесь, братья мои, если мир вас ненавидит. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Дети мои станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Если мы будем проявлять любовь, то лишим силы, гнев и ненависть в этом мире». Кори Тенбум написала в своей книге «Размышления о славе Божьей». Я процитирую слова. «В Африке мужчина пришел на собрание с перевязанными руками. У него спросили, что случилось. Соломенная крыша моего соседа горела, я помог ее тушить и обжег руки». Позже Кори Тенбум услышала всю историю целиком. Сосед этого мужчины ненавидел его и поджег его крышу, в то время как его дети и жена спали в хижине. Они были в большой опасности. К счастью, мужчине удалось остановить пожар, но искры полетели на крышу дома человека, поджегшего его дом. В сердце этого христианина не было ненависти. Он любил своего врага. Он побежал помочь ему затушить пожар и таким образом повредил свои руки. Он явил любовь человеку, который ненавидел его и обезоружил ненависть. Я считаю, что мы можем справиться с ненавистью в мире, полным ненависти, если будем жить по Слову Божьему. Что делать, если нас кто-то ненавидит или если ненависть возникает в нашем сердце? Прежде всего, мы должны понять ее источник, посмотреть на ситуацию с другой стороны, простить обидчика и проявить любовь, тем самым обезоружив ненависть, проявляя любовь Христа в нашей жизни. Это возможно. Вы можете справиться с ненавистью. Сегодня мы говорим о ненависти и о том, как мы можем с ней справиться в мире, полном этой эмоцией. Возможно, во время просмотра этой программы вы осознали, что вам самим нужно исцеление от ненависти. Может, вы чувствуете ненависть кому-то или недавно произнесли слова «Я ненавижу этого человека». Или наоборот, кто-то ненавидит вас и ранит этим вашим сердцем. Если вы нуждаетесь в молитве, чтобы справиться с ненавистью, позвоните нам по телефону на экране и расскажите, что происходит в вашей жизни. Мы помолимся о вас, чтобы Божья благодать и любовь помогли вам преодолеть ненависть в вашей семье и в вашей жизни. Или зайдите на наш сайт в раздел «Молитва» и напишите нам о вашей ситуации. И мы будем молиться о том, чтобы Божья благодать коснулась вашего сердца. Я верю, что какими бы страшными ни были раны в нашей жизни и какой бы ужасной ни была несправедливость по отношению к нам, Божья любовь поможет нам исцелиться и стать целостными. Иисус пришел в мир полный ненависти и принес Божью любовь. Он высвободил эту любовь, чтобы обезоружить ненависть в нашем мире и помочь нам любить друг друга. Сегодня я молюсь о том, чтобы вы познали и ощутили Божью любовь и вы, Иисусе Христе, одержали победу над ненавистью. Поверьте, это возможно. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня в программе «Мировое влияние» из Талса, штат Оклахома. Вы смотрели «Мировое влияние» с доктором Билли Улсоном, президентом Всемирноизвестного христианского университета Орелла Робертса, находящегося в Талсе, штат Оклахома. Заходите на сайт ОРЮ, чтобы узнать, как получить одну из 65 степеней по онлайн-программе или в самом университете. ОРЮ с гордостью поддерживает движение «Эмпауэр-21». Чтобы материально поддержать нашу программу, закажите у нас любой товар или пришлите нам вашу молитвенную просьбу. Заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону, который вы видите на экране. Наши молитвенные партнеры всегда готовы принять ваши молитвенные просьбы в любой момент. Звоните и пишите нам. Я знаю, что Господь приготовил для меня еще кое-что. Я работаю на полную ставку, служу в церкви и воспитываю своих мальчишек. Я не думала, что у меня найдется время учиться. Однако я почувствовала, что Господь хочет, чтобы я покинула свою зону комфорта и сделала следующий шаг в сторону своего призвания. Я узнала, что с помощью онлайн-программы университета Орла Робертса я могу получить образование мирового уровня, сидя в своей гостиной в удобное для меня время. Благодаря этим занятиям я развиваюсь умственно, духовно и физически. Именно этого я и ждала от этого университета. Самое лучшее в онлайн-программе то, что я продолжаю ходить на работу, служить в церкви и воспитывать детей. Теперь я на один шаг ближе к своему призванию. Чтобы улучшить свою жизнь, вы должны найти свое призвание. Заходите на сайт Ор.Ю прямо сейчас. «Скоро все в Израиле изменится». Давайте искать Бога и излияние Его Духа. Это и есть Пятидесятница. На небесах мир и свобода. Кому из вас нужно Божие присутствие в вашей жизни, в вашем служении? Это звук свободы. церковь церковь помазана и она чувствительна к Богу. Мы церковь Иисуса Христа. Нам нужно идти в мир. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Сила молитвы важна. Наше будущее в безопасности, потому что мы, люди Божии, огонь Святого Духа дан нам, чтобы менять этот мир. Не пропустите. регистрируйтесь прямо сейчас на Jerusalem2020.com Музыка Эмпауэр 21 — это всемирная сеть движения Духа по всему миру. Это движение насчитывает сейчас 650 миллионов людей. Эмпауэр 21 собирает вместе лидеров, представителей следующего поколения и теологов, чтобы вместе отпраздновать силу Святого Духа и его работу в нашем поколении. Присоединяйтесь к нашему движению! Присоединяйтесь к нашему движению!